Я бы хотела все-таки немножко обратить на это внимание, на заявление СС, и все-таки почему-то, вот опять-таки, мэр Киева поручил сегодня профильным подразделениям перейти на чрезвычайный режим работы в связи с тлением торфянников в Киевской области и так далее. Ограничить транспортное соединение, движение, приготовление пищи на открытом воздухе, не допускать возгораний. И, может быть, если вы мне позволите, немножко правила безопасности, как уберечь наше здоровье, я бы хотела их озвучить. Режиссеры, покажите, пожалуйста, наши правила безопасности. Так что же делать, когда вот сейчас такая ситуация? Рекомендации по защите от задымления, которые возникают во время пожара. По возможности оставить на некоторое время зону задымления, свести к минимуму пребывания на открытом воздухе, особенно утром. Не делать пробежек и прогулок. Спортсмены, воздержитесь. Рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, это то, что называется молоко, за вредность дать. Посоленую щелочную воду. Ограничить употребление сладкой газированной воды. Очень важно принимать поливитамины, если нет противопоказаний. При усилении запаха гари рекомендуется надевать вот такие вот защитные маски. Андрей, хочешь маску? У меня есть, смотри. Это надо было нашей журналистке Тане сегодня дать, когда она будет ехать. Так, в помещениях лучше проводить влажную уборку как минимум раз в день, а оконные и дверные проемы завешать влажной тряпками или марлей. Несколько раз в день принимать душ, чаще промывать нос и горло морской водой. Правда, вот Таня не врет, першит горло и даже болит носоглотка. Еде предпочтение стоит отдавать фруктам и овощам, другим блюдам, богатым на минеральные вещества, не употреблять алкоголь и не курить. Это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний дыхательных путей. В случае появления дышки, кашля, обратитесь к врачу. Пользоваться помещениями, где есть очистка воздуха, где работают кондиционеры. По другой версии, как версии кондиционера, им пользоваться нельзя.